Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава Евангелия от Луки Я читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод с небольшими комментариями И эта глава имеет одну глобальную тему, в ней много отрывочков, которые известны Это глобальная тема отношения Бога и человека Вот, пожалуй, ни в одной другой главе этого Евангелия до такой степени не раскрывается эта тема И эти отрывки, они как будто разные, но на самом деле они вместе, и это не случайно Иисус сказал им такую притчу о том, что надо всегда молиться и не отчаиваться Вот тоже случай практически уникальный, когда значение притчи объяснено с самого начала Еще раньше, чем первое слово этой притчи появилось Наверное, потому что важно ее читать правильными глазами Был в одном городе судья, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился Была в этом городе и вдова, которая все ходила к нему и упрашивала Защити меня от обидчика Очевидно, она либо подала иск в суд, либо скорее была ответчицей на суде И вот ей нужно было, чтобы ее дело рассудили Вот интересно, что, пожалуй, в нашем обществе скорее мы хотим, чтобы суд как-то не состоялся А тогда, наоборот, ей нужно было добиться этого суда Он никак не соглашался, но в конце концов решил Хоть я и ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь Но раз уж эта вдова так ко мне пристала, помогу ей Она, наконец, перестанет приходить и досаждать мне своими просьбами Господь добавил Слышите, как рассуждают нечестные судьи А разве Бог не защитит своих избранников, если они станут взывать к Нему день и ночь? Будет ли Он медлить? Говорю вам, Он защитит их без промедления Но вот найдет ли Сын человеческий веру на земле? Ну вот смотрите, наверное, один из самых ярких примеров Как герои притчи вовсе не идеальные люди Бог сравнивается с судьей, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился Но это лишний раз нам доказывает, что в притчах нет тождества Тот, кто описан притчей, тот, о ком это притча Это вовсе не одно и то же лицо, не одна и та же личность Но здесь применяется такой прием аргументации Тем более, если в каком-то, скажем, менее значительном случае Менее совестливое существо так себя ведет То тем более поведет себя так в более важном случае Господь, который праведен И вопрос, который звучит в конце Найдет ли Сын человеческий веру на земле? Зачем он здесь? А вот смотрите, вдова же верила, что этот судья, хотя он, в общем-то, негодяй Он, по крайней мере, может ее защитить Может, она не очень верила в то, что он хочет, то, что он рассудит все по правоте Но может так сделать А насколько люди готовы Богу довериться в этих вещах Или они, скорее, готовы от него ждать, что он будет просто им давать все, что они попросят А не просят его о какой-то помощи в безнадежной ситуации Ну, ладно, понятно Вот надо просить Чтобы получить, надо просить, в конце концов А тем, кто был убежден в собственной праведности И относился к другим представлениям Им опросить-то нечего и незачем Иисус рассказал такую притчу Пришло в храм помолиться два человека Один из них фарисея, другой сборщик податей Я напомню, что они считались абсолютно такими вот Ну, людьми нечистыми Потому что они нечестные были, на оккупантов работали римлян Фарисей встал впереди и стал молиться о себе так Боже, благодарю тебя, что я не таков, как остальные люди Хищные, бесчестные, развратные Что я не таков, как этот вот сборщик податей Два дня в неделю я пощусь Я плачу десятину со всех своих доходов Но десятина требуется законом Пост – это дополнительное обременение, которое он на себя берет Потому что нигде не говорилось, что это требуется в законе А пост – это полный отказ от еды и даже питья Так что это не так просто два дня в неделю выдержать Ну, и, судя по всему, он говорит правду о себе А тот самый сборщик стоял по одоле, глаз не смел поднять на небо Он лишь бил себя в грудь со словами Боже, помилуй меня, грешника Биение себя в грудь – это знак покаяния По-русски это, может быть, скорее звучит как вот Такой жест агрессии Нет, это покаяние и сожаление Говорю вам, что оправданным скорее вернулся домой второй, чем первый Кстати, не скажем, что первый вообще не вернулся оправданным Да, просто он как бы во вторую очередь Ведь всякий, кто себя возвышает, будет унижен А кто себя принижает, возвысится Вот это про отношение людей с Богом, как мы уже выяснили И тоже важно, что сборщик налогов – это вовсе не праведник Сегодня вот слово мытарь, оно как-то звучит фарисеем Мы заранее знаем, что фарисей плохой, а мытарь хороший, правда? Те, кто хоть как-то знаком с традициями Но на самом деле нет Давайте перепишем это на современный лад Мы не будем, конечно, так переводить и публиковать эти переводы Но давайте мы скажем, что пришло в храм помолиться два человека Один из них, не знаю, метрофорный протеерей А другой братан-бандит, да? Или другой чиновник-коррупционер Ну и нам сразу понятно, что первый праведник, а второй грешник Вот, собственно, эта притча такая Не говорится, что он хорошо себя вел фарисеем, совершенно нет Но говорится, что он перед Богом себя поставил в положение более правильное Более, да, это не однозначно плюс и минус, но это некоторая шкала Приводили к нему и детей, чтобы он прикоснулся к ним А ученики, заметив, это детей не пускали Очень частая, кстати, ситуация Ну что эти мелкие, ну куда они лезут? Нас тут все взрослые, зачем они нам нужны? Зачем мы им нужны? Просто прикоснулся к ним А больше его и не надо учить их чему-то Они еще маленькие не запомнят Но Иисус их подозвал и сказал Пустите детей, не мешайте им ко мне подойти Именно таким и принадлежит Царство Божие Опять переворачивается, как в мэтре и фарисеи Мы-то взрослые, мы все понимаем Ну или хотя бы делаем вид А эти малыши, они же не смышленные Совершенно глупости какие-то Но Царство принадлежит им А не тем, кто думает Ну да, я все понял про мэтр и фарисеи Я, конечно, буду как мэтр Аминь, говорю вам Кто не примет Царство Божие как ребенок Тот в него не войдет А как принимать ребенок? А открыто, без рассуждений Вот он просто так видит мир Не значит, что он идеален Он и капризничает, и хулиганит нередко Но мир он принимает таким, какой он есть И потом, может быть, люди даже удивляются Что им казалось с детства нормальным Что-то такое, что во взрослом состоянии Нам совершенно ненормальным кажется Кто-то из начальников спросил Иисуса Благой учитель, что мне сделать Чтобы получить в удел вечную жизнь? Давайте задумаемся над этим вопросом Вопрос очень хороший Кто же не хочет жить вечно в раю? Правда? Ну, наверное, кто не верит, что это возможно Тот не хочет Но во всех остальных религиях Это, в общем-то, главная цель Вечная жизнь в благом каком-то посмертии И смотрите, а ведь этот человек приходит Как потребитель Он приходит и говорит Сколько стоит вот это? Я куплю Цену назови Что мне нужно сделать? Иисус ему сказал Что ты называешь меня благим? Он начинает с того, что Оспаривает его формулировки Благ один только Бог В этом можно увидеть намек Что значит, ты считаешь меня Богом Если ты так говоришь А можно увидеть Вот этот возврат к Богу Смотри Ты спрашиваешь Что мне сделать? Вот я принесу некоторую жертву Я совершу некоторые действия Это цена Я получу вечную жизнь Это товар А он говорит Нет Бог благ Давай об этом вспомним И тогда все остальное будет понятнее Да, но если говорить о цене Ты знаешь заповеди? Не блуди, не убивай, не кради Не свидетельствуй лжи Вы чтите от своей мать Конечно, это 10 заповедей Не 10, а сокращенный список Тот ответил Все это я соблюдал с юных лет Ну, отлично Молодец Вот тот самый праведный фарисей Да, но Человек чувствует Что этого недостаточно Ах, раз чувствует Значит, можно ему и добавить Иисус, услышав это Сказал ему Вот что еще тебе осталось Продай все, что имеешь Рождай деньги нищим Чтобы получить сокровища на небесах Вот тогда приходи И следуй за мной Ты хочешь гарантированно? Вот отдай все Вот нету такого, что вечная жизнь Продается по цене Пусть очень большую Заплатил и спи спокойно Нет Отдай все Вот тогда, наверное, ты ее получишь Когда тот услышал это То сильно огорчился Потому что был очень богат Ну, понятно, нищему отдать все Копейку Вынуть и оставить А богатому человеку Он же Пользоваться этим богатством Оно ему важно Нужно Он его, наверное, тоже тратит На свою семью Не просто На развлечение Заметьте Тяжело попасть Царство Божие Состоятельному человеку Проще верблюду Пролезть через ушку иглы Чем богатому Войти в Царство Божье Тут, кстати Кучу всего Придумывали в свое время Что это не верблюд А канат Ну, канат тоже не пролезет Сквозь угольную ишку Что якобы была Какая-то калитка В Иерусалиме Сквозь которую Верблюд продирался Но только если снять С него все поклажут И еще и там Он бока себе обдирал Бедняжки Ничего этого На самом деле Мы не можем утверждать Потому что таких данных У нас нет Это абсурдное Парадоксальное Вот высказывание Когда рак на горе свистнет Раки не свистят И на горах не живут Правда? И вот он говорит Собственно Когда верблюд Пролезет через ушку Но не совсем так Как я сейчас сказал А проще Да? Вот как фарисей Ушел оправданным Менее чем мытарь Но тоже на свой лад Пролезть верблюду Сложно Но проще Да? Ну С нашей точки зрения Это абсолютно невозможно Иногда Прям так и видишь Иисус говорит Вот таким образом А может там верблюды Рядом шли А какая девушка Еще сидела Там вышивала Или зашивала Что-то Да? И просто вот Глядя на предметы вокруг Он рождает Эти афоризмы Те кто-то услышал Сказали Кто же тогда Может спастись? Ну Верблюд не лазают Через угольные уши Значит Богатые не попадают В царство Божье А мы бедные Отлично Но Бедных нету Каждый человек Чем-то богат Допустим Молодостью Или красотой Или временем Хотя бы Да? Или Не знаю Там Потомками своими У каждого Есть свое богатство И Каждый его ценит Больше чем Ну В обычной жизни Больше чем Бога Чем царство Божье Тогда получается Это невозможно Надо всем Остаться Без ничего Такие Иовы сплошные Да? Голые Измученные болезнью Сидят на Земле И страдают Но что-то Иов не был Особенно благочестив Насколько я помню Тексту и книги Так что это вообще Тогда абсурдно Иисус ответил Что невозможно Для людей Это возможно Для Бога Главный вывод Да? То есть К нему подходит Этот человек С вопросом Какую цену Уплатить Чтобы Получить А тот ему Говорит Я не знаю Все золото мира Миллиарды Миллионов Триллионов Да? Ну невозможно Это сделать Да? Но это возможно Богу То есть Не человек Своими усилиями Зарабатывает Спасение Бог может Его спасти Тогда Петр Сказал Смотри Мы оставили Что у нас было И пошли за тобой Мы сделали То о чем ты просишь Говоришь Этому богатому Может быть Не так Вот правильно Не все Может быть До конца Но в принципе Мы это сделали Что насчет нас Иисус им ответил Аминь Говорю вам Всякие Кто оставил дом Жену Братьев Родителей Или детей Ради Царства Божьего Непременно Получат Во много раз больше А в грядущем мире Вечную жизнь То есть Да Оказывается Богу Это возможно Но Не потому Что человек Заработал И получает По договору А потому Что Бог Это дает И нету Такого Чтобы ты Все оставил И ничего Потом за это Не получил Но это Все про отношения Бога и человека Да кстати 12 своих Учеников Иисус Отвел в сторону И сказал им Отдельно Итак Мы выступаем В Иерусалим Там совершится Все Что было написано Пророками о Сыне Человеческом Он будет предан В руки язычников Те будут над ним глумиться Издеваться И оплевывать А после бичевания Убьют Но на третий день Он воскреснет Вот казалось бы Яснее некуда Но они ничего не поняли Смысл с каждым Остался от них скрыт Они не знали О чем речь Почему Они более трудные вещи Понимали Здесь нет Ничего сложного И будут над ним Глумиться Издеваться Убьют Что непонятного А как это Вот бывает Человек смотрит И не видит Он закрывает Глаза просто На неуютную Для него реальность Как это Мы Царство Божие Идем устанавливаться А ты говоришь Там Чего там Кого-то Что Убьют Не Наверное Я не понимаю Что это значит Да Вот буквально Такая реакция То есть Хочется принять От Бога То что Соответствует Моим представлениям О мире То что мне Выгодно Приятно Нравится Я считаю Правильным А все остальное Что Не Я не понимаю О чем это Уже на подходе К Иерихону Один из городов У дороги Сидел слепой И просил Милостыню Он услышал Что идет Много народа И спросил В чем дело То есть Это тоже Ничего особенного Ни какой-то Не фарисей Который исполняет Очень тщательно Западе Не мытарь Который по крайней мере Смиренно молит О снисхождении А просто А что Шум какой-то Вот Интересно же Ему рассказали Что приближается Иисус Назарей Иисус Назарей Но Слово Назарет Название города Где Провел он Большую часть жизни Созвучно Слово Назаре Это Определенный Обряд Еще Ветхозаветный В новое время Назарейство Не соблюдалось Но Такое Созвучие Откуда Иисус Пришел И Кто он По сути Назарей Человек Полностью Посвященный Богу Когда он Закричал Иисус Сын Давидов Помилуй меня Не просто Назарей Особо Посвященный А сын Давидов Царь Конечно Когда хочешь Чего-то Получить Обращаешься Особо Уважительно Те Кто шел Впереди Иисуса Требовали Чтобы он Замолчал А он Кричал Еще громче Сын Давидов Помилуй меня Представляем Себе Эту сцену У них Напряженная Духовная Жизнь А тут Сидит Это Ничтожество И вопит Как будто Его режут Да замолчи Ты Нам не до Этого Мы беседуем О духовном Да Иисус Остановился И велел Подвезти К нему Слепого Как детей Да Те Слишком Мелкие Чтоб Понять Этого Слишком Беспокоят Его Собственные Проблемы И тоже Он ничего Не понимает Он же Слепой Ничего Этого Не видел И слышал Что-то Так Краем Уха Да Когда Тот Подошел Иисус Спросил Чего Ты От Меня Ждешь Вот Очень Просто И Конкретно И с другой Стороны Хотелось бы Конечно Но Вообще Это Не очень Да Тот Ответил Господи Чтобы Я Стал Зрячим Четко И конкретно Иисус Ему Сказал Ты Гвуд Зрячим Вера Твоя Тебя Спасла Помните С чего Начинается Глава Просите Даже Если Вот Этот Самый Неправедный Судья Не хочет Вам Помочь Он Просто Ну Надоест Ему И он Из-за Этого Вам Даст А Бог Тем более Просите Иногда Не нужно Даже Повторять Просьбу Высказал И все Слепой Сразу же Прозрел И пошел За ним Следом Прославляя Бога И весь Народ Видевший Это Воздал Богу Хвалу Тоже Интересная Деталь Что Последний Стан Первым Это Нередко Бывает В Библии В Евангелии В частности Вот Тот Кто Был Как бы Вне Этого Праздника Тот Кто Был На Обочине Тот Кто Был Ущербным В глазах Общества Стал Абсолютно Полноценным Просто Потому Что Попросил Здорово Но Это Если Есть Основания Просить Если Совесть Ну Может Она Ни у Кого Нечисто Полностью Но В общем И Целом А Если Все Не Совсем Так Просто В 19 У нас Будет И такой Пример Продолжение следует